Добрый день, уважаемые коллеги! Я, во-первых, хочу поблагодарить организаторов за приглашение очень высокого уровня состава спикеров и дискуссии. И хочу извиниться за то, что не смог доехать по сугубо техническим причинам и вынужден выступать по Зуму, хотя я, в принципе, в Москве. Я сегодня попробую переплести довольно сложные вещи, которые, сам понимаю, может быть, не до конца, что-то на уровне интуиции, но, с другой стороны, в целом, я надеюсь, что получится сложить такую понятную картину. Речь пойдёт об адаптивном иммунитете, который, в целом, штука хорошая, я не хочу его сегодня дискредитировать. Он за миллионы лет эволюции отточен до высокого совершенства, выполняет свои функции максимально эффективно, но всё-таки он иногда ошибается. И поэтому я сегодня про свой любимый адаптивный иммунитет буду говорить, может быть, не совсем приятные вещи. В двух словах напомню, я не представляю всю аудиторию, но так, чтобы у нас существовал общий бэкграунд сегодняшнего рассказа, что вся логика адаптивного иммунитета, она построена на такой огромной коллекции ключей, разнообразных вариантов токлеточных рецепторов и бэклеточных рецепторов, наивных Т-лимфоцитов и Б-лимфоцитов, большая часть которых нам никогда в жизни не потребуется. Но вот именно из этой коллекции для каждого нового челленджа, в широком смысле слова, инфекции, опухоли, регуляторных специфичностей, которые нам тоже нужны, из этой коллекции мы выбираем какие-то варианты рецепторов, которые идеально, как ключ и замок, подходят к тому антигену, который хотим распознать. Вот последние уже, наверное, 10 лет мы занимаемся этой темой, в первую очередь используя инструментарий о массе анализа репертуара токлеточных рецепторов антител. Мы стартуем с образцов человека, других модельных животных, крови, лимфоузлов, опухоли, разные направления. И мы хорошо умеем стартуя с ДНК или РНК-материала или на уровне сингл-селтера скриптомики сегодня получать в библиотеке вариантов токлеточных рецепторов антител, секвенировать, анализировать. Это большие объемы потенциально интерпретируемые. В том смысле, что архитектура вариантов иммунных рецепторов, она содержит в себе клональные экспансии, отвечающие на самые разные челленджи в течение нашей жизни. Инфекции, вакцины, онкологию, пищу, микробиоту. Там на самом деле очень много медицинской значимой информации, большая часть которой мы сегодня читать не умеем, но учимся довольно быстро. Мы, я имею в виду, все вместе. И вот эта ужасно интересная область, она находится где-то на стыке биологии, иммунологии, медицины и биоинформатики, перекрестия, на самом деле ключи к диагностике и терапии огромного спектра заболеваний, значительно более рациональной и точной, чем мы можем позволить себе сегодня. И это фундаментально очень интересно, но из практической точки зрения здесь есть ряд понятных направлений, где анализ архитектуры этих репертуаров, он высоко востребован. В онкологии это такое более точное понимание архитектуры адаптивного иммунного ответа в опухолем окружении, которое сказывается, должно сказываться на прогнозе, на выборе типа иммунотерапии, на предикции эффективности той или иной терапии. Ну и понятно, что эти же технологии задействованы в поиске триклеточных рецепторов, триклеточной терапии, триклеточных антител, картии и так далее. Ну вот сегодня я так немножко буду в сторону онкологии все подводить, но в целом понятно, что это большое поле, связанное с широким спектром заболеваний, зацепленных за работу иммунной системы, то есть почти всех заболеваний. И в перспективе вот сейчас мы понимаем, что, разобравшись, мы научимся направленно и безопасно лечить разные аутоиммунные заболевания, определять спектр заболеваний и историю вакцинации, дифференциальную диагностику. Эти вещи по, на самом деле, архитектуре репертуара таклечных рецепторов в значительной степени уже сегодня понятно, что это возможно. И есть еще ряд понятных приложений, в том числе я здесь так, ну, наверное, это лучше было курсивом, поставил продление здорового долголетия в перекрестье с тем, что собираюсь сегодня, надеюсь, успеть обсудить и рассказать. Коллеги, не слишком я быстро говорю, нормальная вот эта вот динамика. Ну, надеюсь, что нормальная. Слышно меня? Все в порядке, да? Двигаемся дальше. Хорошо. Значит, вот основа сегодняшнего рассказа это клональность, в принципе, клональная природа адаптивного иммунного ответа из этой библиотеки вариантов наивных Т или Б-лимфоцитов при встрече с антигеном в определенном цитокиновом окружении в контексте, воспалительном, конкретные клетки принимают решение размножиться и дать популяцию, клональную популяцию. Из одной клетки может произойти миллиарды идентичных Т-лимфоцитов, но за этой клональной памятью стоит гораздо больше, чем просто знание специфичности того антигена, который в МХТ-1 или МХТ-2 контексте эта клетка хочет распознать. Потому что по фенотипе от реклональной популяции памяти на уровне хроматина прошиты ряд программ. Она понимает, куда она должна идти, при каких обстоятельствах она должна идти куда-то еще интенсивнее, по каким-то тематиновым градиентам или как. Как она должна себя повести при встрече с антигеном, на что направить действия других клеток вокруг, потому что мы сегодня будем говорить много про хелперные Т-клетки, это в значительной степени такие антиген-специфичные менеджеры иммунного ответа. Они должны знать не только свой антиген, но и что с ним делать, и в какой локации, и больше того еще в какой временной динамике, потому что возникает ответ на повторную инфекцию, возникают волны эффекторных клеток и волны регуляторных Т-лимфоцитов, которые должны затем загасить избыточный иммунный ответ. То есть это, на самом деле, за словом «память» стоит много больше, чем просто специфичность антиглического рецептора, который помнит свой антиген. И понятно, что эти решения, которые принимает и запоминает адаптивная иммунная система, они критически важны. Они должны быть верны не только в том смысле, что мы различили свое от чужого, но и в том смысле, что мы правильно выбрали тип реакции на это чужое. Или, может быть, оно не совсем чужое, может быть, это микробиот или условно-патоген. Каждый раз точность выбора не только специфичности, но и типа иммуноответа крайне важна. И пока мы молоды, пол наивных Т-лимфоцитов у нас значительно большой. При встрече с каждым антигеном образуется же не одна клональная популяция. На самом деле это много лимфоцитов в независимых, может быть, лимфоузлах принимают это решение. Некоторые из них, может быть, ошибаются, потому что они тоже опираются на какой-то объем информации, которую получают от антиген-презентирующих клеток, от общего контекста дэмэдж-сигналов поступающих. Кто-то принимает верное решение, кто-то, может быть, ошибается, но когда решение независимо, демократическим образом принимает много наивных Т-лимфоцитов, то в среднем ответ получается корректный. Больше того, так как мы потом попадаем в ситуацию конкуренции между клональными популяциями токлеток памяти и взаимного подавления различных фенотипов, ТХ-2 любят давить ТХ-1 и наоборот. В результате общий тип выбранного ответа оказывается достаточно точным. И, возможно, одна из причин более частых ошибок, не в смысле сейчас я даже говорю распознавание свое-чужое, ошибок в смысле точного выбора типа иммунного ответа, географии иммунного ответа в пожилом возрасте может быть связано с тем, что пул наивных Т-лимфоцитов истощен не настолько, чтобы там не находилось вариантов, чтобы распознать новую инфекцию или опухоль, но в достаточной степени, чтобы меньшее число независимых решений принималось иммунной системой, ответ был бы более стахастичен, меньше голосующий, больше вероятности ошибки. А выбор, ну понятно, что очень важен против разных патогенов, против разных типов проблем мы хотим получать разные варианты фенотипических ответов иммунной системы, разные инструментарии задействованы, разные цитокины зовут разные другие клетки врожденного иммунитета на помощь, по-разному организуют работу соматических клеток вокруг. И, ну, я думаю, что, так, примерно на слуху TH1, TH2, TH17 клетки очень важны, они такие любят вызывать воспаление. Понятно, что важны регуляторные клетки, которые, наоборот, все гасят. Но на самом деле число подтипов фелперных клеток, оно условно скорее следует оперирует числом программ, которые могут у них быть задействованы, оно довольно большое, и есть там смежные популяции, TH1, TH17 и так далее. И в том числе сегодняшнего рассказа, наверное, важна популяция циротоксических сетей четвертых TH-лимфоцитов, которые на самом деле представляют очень существенную популяцию даже и в крови с возрастом накапливаются, ну и тем более в опухолевом окружении это очень важные игроки, которые, вообще говоря, способны атаковать определенные типы опухолей, в том числе антигенспецифичные, если они экспрессируют MHC2 на поверхности. Но история немножко более сложная. Надеюсь, что попробую сегодня вас не запутать и в нее как-то четко погрузить. Сейчас хочу сказать о том, что вот эти принятые решения, однажды принятые, вот мы поняли, важно принять это решение корректно, точно, но они запоминаются. Запоминаются иногда очень надолго. Вот здесь очень простая на самом деле картинка. Это один из сотрудников нашей лаборатории, ему было 47 лет, потом через некоторое время стало 50. Это репертуар токлеичных рецепторов его периферической крови. И каждая полоска здесь это один клон Т-лимфоцитов. И видно, что к 47 годам накоплено уже существенное количество клональных экспансий, там порядка четверти репертуара занимают всего 5 клонов Т-лимфоцитов. Но больше того, с возрастом они уже никуда не деваются. То есть это такие хронические клональные экспансии, кто-то из них выполняет какие-то функции, кто-то такой же крупный, энергичный и болтается такая родинка немножко. Но так или иначе многие из них, большинство из них функциональны. Это запомненные адаптивные иммунные системы решения, что вот такие клоны памяти нужны и они занимают все больше и больше объем. То есть с возрастом мы закрепляем и запоминаем все больше решений, которые наш адаптивный иммунитет намерен воспроизводить снова и снова. он думает, что это правильно. И, как правило, он прав в подавляющем большинстве случаев адаптивный иммунитет принимает корректное решение. Но так как решения этих приходится принимать за нашу жизнь неизвестное количество, миллионы, при встрече с разными антигенами, своими, чужими микробиотами и так далее, то, конечно, ошибки могут происходить. И вот по причинам, которые я попытался предположить, выше с возрастом, они могут происходить несколько чаще. И если этот ответ не оптимален, вот неверно мы ответили, выбрали не тот тип иммунного ответа, сейчас неважно даже какой, но не тот, который был бы оптимален, то это приводит к возникновению банальной экспансии, которая видит антиген, что-то говорят, объясняют другим иммунным и неиммунным клеткам вокруг, что-то запускают. это не то, что помогает справиться с проблемой. И, конечно, это проблема, а мы собираемся запомнить эту проблему на многие годы и, может быть, на всю жизнь. С этой точки зрения, если посмотреть на мир, с этой точки зрения, то окажется, что очень большая часть патологических состояний это, по сути, однажды приняты неверные решения адаптивного иммунитета, закрепленные в памяти. Ну, аутоиммунные заболевания это понятная история, крайняя, но иммунная система ошиблась по тем или иным причинам, бывает много, и решила атаковать собственный антиген и продолжает перманентно атаковать собственную ткань, разрушать бета-клепки поджелудочной железы или суставы, или что-то. Это, ну, понятная, яркая ошибка иммунной системы. Но в случае онкологических заболеваний бесклеймер я не являюсь, ну, в общем, серьезным профессионалом в онкологии, но вот из того, что я знаю, накопил на сегодняшний момент, я это трактую следующим образом, что в онкологии очень часто неспособность иммунной системы, в большинстве случаев неспособность иммунной системы справиться с опухолью, связана с тем, что принято неверное решение. В простейшем случае это решение не атаковать там, где нужно было атаковать, но на самом деле опять же очень часто или в большинстве даже случаев решение принято атаковать, но атаковать не тем способом, который позволяет иммунной системе уничтожить опухоль, а наоборот приводит к привлечению других иммунных клеток неспособных справиться с опухолью, развитию воспалительных процессов, в которых опухоль продолжает успешно эволюционировать и научаться эксплуатировать разные механизмы иммунной системы и направлять иммунную систему, подсказывать ей новые ошибки. То есть эти ошибки могут случаться стокастически, но они могут случаться в том числе под воздействием определенных инструментов, которые опухоль научается использовать тем, чтобы подталкивать иммунную систему к принятию неверных решений, которые не всегда сводятся просто к тому, что иммунная система не атакует. Она может быть даже туда пришла и атакует, но делает это совершенно неверным образом. И в более широком смысле и труднее это сформулировать, наверное, но можно себе представить и, видимо, неизбежно так и есть, что существует еще большое число мелких неверных решений, принятых и закрепленных адаптивным иммунитетом, ну, в благой, в принципе, целью нас защитить, которые, может быть, не являются прямой атакой на наши собственные ткани и не приводят к неспособности уничтожить опухоль, но, тем не менее, они приводят к развитию разных иммунных ответов не того свойства, которое желательно на микробиоту, на условно-патогенную микробиоту, на что-то, а может быть, на собственные наши антигены или даже ответ на вирусную инфекцию, но не того типа, который мы бы хотели, чтобы просто уничтожить опухолевые, прошу прощения, инфицированные вирусом клетки, а другого типа, который подзуживает определенные воспалительные процессы. И это часть, видимо, объяснения важного, почему хроническое воспаление нарастает с возрастом, но оно уже в свою очередь по разным понятным и не очень причинам служит нишей для развития в том числе онкологических заболеваний в этих волнах воспаления и репарации. И если смотреть под этим углом, то все наши попытки иммунотерапевтического вмешательства это по большому счету попытки объяснить иммунной системе, где она совершила ошибку или подсказать ей какой тип иммунного ответа желателен для того, чтобы решить проблему. То, что сегодня работает в клинике, работает на самом деле очень эффективно и совершенно изменило ландшафт иммунотерапии не только в онкологии, в аутоиммунных заболеваниях, в аллергических сейчас тоже. Все-таки это инструменты конечно очень грубые, потому что любое антитело, которое давит, блокирует или запускает процесс, оно запускает этот процесс все-таки вслепую. И здесь мы ведем себя как по сути как инструмент врожденного иммунитета. Мы можем повлиять на какую-то ветку или даже уничтожить какую-то большую ветку, например, уничтожить болимфоциты с использованием диплицирующих анти-сид-20 антител, как доксимал. Но мы не используем информацию о клональной природе иммунного ответа. Мы не знаем, какие клоны мы на самом деле хотим подавить, уничтожить или запустить или перенаправить, или переоблучить. В этом смысле эти инструменты все-таки очень грубые и, соответственно, сопряжены с рядом побочек с риском инфекции в случае иммуносупрессии, риском аутоиммунных заболеваний в случае чекпоинта ингибитор терапии, именно потому, что они не специфичны. Но зато они работают, и это, конечно, совершенно другая история по сравнению с эрой, когда иммунотерапия не существовала. Но, тем не менее, наверное, будущие иммунотерапии гораздо более специфичны и связаны с нашей способностью активировать или создавать противопухолевые клоны, прицельно находить, уничтожать аутоиммунные клоны Т и Б-лимфоцитов. Ну, где-то между находится вакцинация, которая, ну, вот на самом деле компания BioNTech, которая сегодня сделала вакцину Pfizer, одной из самых известных в мире, у Гурсахин до того 10-20 лет, не знаю, сколько занималась разработкой МРНК-вакцин для онкологии, и там, на самом деле, очень сильные результаты, видимо, они действительно позволяют индуцировать антиген-специфичный треклячный ответ, и в этом смысле это более специфичный сфокусированный инструмент, если это будет работать. Ну, и есть, понятно, другие разные интересные направления, амполитические вирусы, и так далее, тоже с антиген-специфичностью, возможно, заложены в них. Вот, такая общая картина, надеюсь, что канва повествования пока не потерялась. у меня же есть еще время, да? Все, я потратил еще. Конечно, еще около пяти минут. Хорошо, да, я постараюсь, постараюсь не растекаться сильно под реву, хотел немножко рассказать, что я вижу про вот хелпернета-лимфоциты в опухоли, что там, что там может происходить. Они могут взаимодействовать очень по-разному, звать разные иммунные клетки, запускать разные процессы, и в контексте неверно принятых решений, концепции, которые я выше попытался сформулировать, понятно, что это может быть критично, но чего не показано на этой картинке, не показано, что взаимодействие это на самом деле антиген-специфичный, происходит через конкретные антигены, то есть преимущественно вовлечены клональной популяцией лимфоцитов, распознающих эти антигены, если мы говорим о тех опухолях, которые экспрессируют MHC2, ну, или опосредованно через антиген-презентированные клетки, это все равно происходит. А это очень важная история, не только потому, что в этом случае Т-клетка имеет возможность прицельно и активно влиять на опухолевую клетку, например, уничтожать ее цепотоксический лимфоцит, но и в обратную сторону, потому что опухоль получает возможность антиген-специфично взаимодействовать с Т-клеткой и клональной популяции Т-клеток направлять в какой-то определенный руль, опять же, самостоятельно или посредством взаимодействия через антиген-презентирующие клетки. И при этом в целом хелперные Т-клетки, они хорошо помнят свою программу, однажды принятое запомненное решение, но тем не менее определенная пластичность существует, возможность частичного перехода клонов другой пенотипа, крайне мере, на определенный период времени. Вот это наша работа, мы изучали в периферической крови здоровых доноров, и уже здесь видно, что, например, Т-Х2, Т-Х17, Т-Х22 — это суть в значительной степени пересекающейся сущности. Но это периферическая кровь, спокойная ситуация. Понятно, что в ситуации воспаления, в военной обстановке проявляются другие свойства, другие переходы, в том числе конверсии в более манускрусивные фенотипы, конверсии Т-Х1, Т-РЭК. И во всем этом контексте взаимодействий, взаимодействие Т-клетки опухоли — это далеко не только ситуация, в которой Т-клетка может убить опухолевую клетку, но это может быть даже не менее, может быть даже в каких ситуациях и более важно, это возможность обменяться информацией, возможность в том числе к сожалению для опухолевой клетки передать информацию и воздействовать на принятие решений Т-лимфоцитом постоянных или временных по крайней мере в опухолевом окружении. Поэтому когда мы смотрим на эту архитектуру, это картинка сингл-селл транскриптомики в хелтерных клетках из опухолевого окружения из рафа легкого, да, мы разбрасываем их на какие-то фенотипы, регуляторные клетки, цитотоксические клетки, все четвертые есть разных типов цитотоксические, они хорошо видны на самом деле. Но во всей этой картине нам интересно не просто какие фенотипы бывают, а какова судьба клональных популяций Т-клеток, переходят ли они из одного фенотипа в другой, наблюдаем ли мы конвергентные ответы группы Т-клеточных рецепторов, похожих, которые атакуют один и тот же антиген. Все это очень информативно и позволяет в общей массе инфильтрирующих Т-клеток на самом деле выделить ключевые антигенспецифичные процессы, ключевые антигенспецифические конверсии Т-лимфоцитов под влиянием опухолевого окружения. Здесь видно не только те решения, которые они приняли самостоятельно, но и как на них можно повлиять. И это может иметь отношение к конкретным типам опухоли, керазмутация может менять взаимодействие опухолевых клеток и иммунного окружения и способствовать, как здесь показано в частности, активации Т-17 коктейлямфоцитов. И да, мы можем, например, применить антитело, блокирующее антиген-17А, и, возможно, это даст какой-то позитив, так же, как и другие моносупрессорные ревматологические ряда препараты, как бролокатор антиген-6, рецепта, подавляющее общее неспецифическое воспаление, приход нейтрофилов, myloid-drive suppressor cells и эти истории. Но на самом деле это взаимодействие, я думаю, тоже носит антиген-специфичный характер очень часто. И речь идет не просто об активации Т-17 клеток, а об активации определенного пула Т-17 клеток специфичных к, возможно, опухолевым антигенам. Эта история внутри очень, опять же, клональный антиген-специфичный и действительно необходимо разобраться в этом для того, чтобы наши способы воздействия стали по-настоящему прицельны и сместились в правую часть спектра. Вот. Ну и, наверное, я уже за недостатком времени пропущу историю про б-лимфоцитов в опухолевом окружении почти пропущу. Скажу только, что они тоже очень важны, заложенные в них программы тоже очень важны через антиген-презентацию, в которой они взаимодействуют с п-лимфоцитами, но также важна и специфичность. Одна история, если опухолеспецифичный антител распознает антиген на поверхности и это цитотоксический изотип, который позволяет предкам, в том числе, врожденный иммунитет атаковать. Совершенно другая история, когда вроде бы антицела тоже специфичны к опухолевым антигенам, на поверхности этих антигенов нет, тем не менее разрушающиеся опухолевые клетки выдают много мишени и образующийся иммунный комплекс это воспаление, нейтрофилы, хроническое воспаление, малой берег suppressor cells и это на самом деле очень видимо негативный блок процессов, связанный с антицелами специфичными к опухолю, но не позволяющими эту опухоль атаковать. Ну и фенотип были муфоцитов, которые тоже помнят что-то и могут в принципе убеждать эти клетки в разных вещах, в том числе совершенно не против опухолевых. Вот, ну и последний одна ремарка поверх вот этого всего рассказа, который, не знаю, убедил вас или не убедил, что адаптивная иммунная система может ошибаться и что это бывает очень плохо, и если мы хотим не объяснить, что делать, нам нужно разобраться в точной клональной антигенной архитектуре этих ошибок, но это некая плата, которую мы должны платить за способность воспринимать вакцину, не болеть повторно теми же инфекциями, запоминать за память адаптивной иммунитета, которая много чего нас защищает. С другой стороны, может оказаться, что такой тип организации адаптивной иммунитета не является единственно возможным, единственно верным. Вот на таком смешном относительно долго живущем землекопе, не голом землекопе, а наоборот волосатом, слепыш, мы изучали, что происходит с общим репертуаром отличных рецептов с возрастом, с транскриптомом этих теллимфоцитов и увидели удивительную вещь, что в человеке и в мыши с возрастом накапливаются клональные популяции, накапливаются все самые клоны, принявшие решения, в том числе достаточно крупные клоны, которые занимают объемы, снижают оставшееся гемостратическое пространство для наивных теллимфоцитов, а у слепыша этого не происходит. То есть за его 20 лет жизни, какие у нас были животные, не происходит накопления крупных клональных экспансий и, соответственно, наблюдаемое разнообразие репертуара вот этих ключей, которые исходно заложены в адаптивном иммунитете, не снижается, клональные экспансии не накапливаются. Это не значит, что у спалокса нет адаптивного иммунитета, он отвечает и, скорее всего, клонально отвечает, ну и мы это видим сейчас в синглсанпро-слептомах, отвечает, конечно, на инфекции, на челленджи, просто он, видимо, не такой злопамятный, не образует такой крупной, во всяком случае, долговременной памяти. Его адаптивный иммунитет не настолько уверен в принятых решениях, чтобы закреплять их пожизненно и, возможно, в этом есть свои плюсы, потому что этот зверь имеет очень низкий воспалительный статус, видимо, не болеет или практически не болеет онкологическими заболеваниями и тем менее успешно существует со своего рода тоже адаптивным иммунитетом, просто помнит несколько короче. Вот, спасибо большое. Вот я здесь попытался просуммировать эту историю, что адаптивный иммунитет запоминает, как правило, верно, но иногда ошибается и, к сожалению, плата за защиту от повторной инфекции это груз ошибок, который может и, видимо, должен накапливаться с возрастом. На практике это означает, с одной стороны, что мы должны в сегодняшнем ковидном контексте в том числе осторожно относиться к вакцинации. Я ни в коем случае не являюсь антипрививочником, но, тем не менее, нужно думать про то, какие амплитуды локализации типа иммунного ответа вызывают разные типы вакцин, стараться лучше их таргетировать. Очень перспективная ветка развития и расширения спектра применения препаратов иммуносупрессивных ревматоидного ревматологического спектра для блокирования разных типов воспалительных процессов как способ предотвратить развитие онкологических и кардиоваскулярных и почечных заболеваний. Можно фантазировать про какие-то технологии сброса избыточной этой памяти, но пока это звучит не очень реалистично. В целом в онкологии и не только нам, видимо, необходимо научиться антиген специфично управлять типами иммунного ответа, тогда мы придем к действительно умным способам иммуно-перепертического вмешательства, которые будут давать выраженные нужные и не давать даже не выраженных ненужных типов иммунного ответа. И когда ты чувствуешь и трогаешь эти репертуары, возникает ощущение, может быть, ложное, что это теоретически возможно. Вот. Спасибо. Это вот внутри ядро нашего коллектива ВБХ и РНИМУ, но понятно, что мы взаимодействуем с самыми разными во всем мире, но в России мы взаимодействуем с клиническими разными организациями, и это так все насыщенно, интересно, текущими медицинскими вещами. спасибо. Вопросы не понял, будут, не будут, но буду рад ответить в любом формате. разными кем-то восьмидами, на